Игорь Николаевич Шумейко. Писатель, прозаик, историк, журналист, публицист. Профессор Академии геополитических проблем. Автор 20 историко-публицистических двух художественных книг. Более 2000 статей в ведущих газетах, журналах, в том числе научных. Лауреат премии «Имперская культура», Александр Невский, «Югра», лучшая публикация года, журнал «Нева-2013», финалист премии «Нонконформизм» 2014 и 2016 годов. Здравствуйте. Больше всего я сегодня хотел поговорить о евразийстве. Тема, которая меня уже один раз в Якутию в 2015 году приводила. И сейчас практически это моя главная тема. О евразиистве можно говорить долгое. Ему у меня посвящена одна из книг «Ближний дальний предчувствие судьбы», по которой известный режиссер Владимир Хатиненко снял фильм. В 2012 году он шел на канале «Россия. Дальний Восток ключевой». Якутия сюда, конечно, входит в регион. Режиссера этого фильма Хатиненко я как раз убеждал, что он алтаец. Без Дальнего Востока, без Якутии у нас будет такая геополитическая гангрена, не дай бог, что и алтаи, и все пострадают. Но, конечно, главное не то, что охранительное, как бы чего не вышло отрицательного. А главное – это идеалы и цели, к которым нам всем надо стремиться. Евразийство – такая идея, развернутая великим писателем Львом Гумилевым, поддержанная писателем, вашим земляком Николаем Алексеевичем Лугиновым, о книгах которого мне тоже довелось публиковать статьи. Почему такой интерес к Чингисхану? Ошибочно его, знаете, записывать в тот ряд, где Юлий Цезарь, Наполеон, Тамерлан даже. А надо, как золотоискатели Просеев, обнаружить, что после всех завоеваний Чингисхана нам осталось большое наследие, о котором мы не каждый день вспоминаем, но оно нами руководит в движениях в лучшую сторону. К евразийству мы пришли, в том числе пройдя путь не совсем удачной таких вот идей, как коммунизм, но в лучшее стремление к будущему там заложено, корреспондируется с людьми длинной воли. Это главные агенты, двигатели, бойцы Чингисхана, люди длинной воли, думавшие о будущем. В лучших частях коммунизм тоже был весь устремлен в будущее, даже слишком. Другая идея, через которую тоже прошли люди многих поколений, славянофильство, она еще более дискредитировавшая себя, откровенно скажем. И в этой жажде поиска как раз она обнаружила все ложные посылки, оставив истину, строительство нашей империи по законам, которые в действительности может объединять слишком большие наши пространства, они слишком большие, конечно, кажутся нашим врагам. Это идея службы веротерпимости и национальной терпимости. Веротерпимость, она была, конечно, у всех народов были такие, но единственный во всем мире в истории двор, династия, где было несколько религий, это, конечно, династия чингизидов, где были нестарианцы, христиане, мусульмане, буддисты, конфуцианцы. И то, что они вместе существовали так, это вовсе не значит, что им было до религии фиолетово, как говорят молодежь. Как раз, если прочитать рубрику Плана Карпини, они говорят о том, что любимое занятие монголов чингисовской империи, это тюрки, татаро-монголы, русские, были споры о вере. Вот самая любимая охота, поохотились, попили кумыса, и о чем говорить? Только о религиях. Вызывают всех священников и начинают спорить. Но эти споры, они клонились к идее истины, поиска. Не к тому, чтобы религию использовать как мобилизационный ресурс. Вот в одной телепрограмме я этому подыскал такой зрительный образ. Вот сейчас, вести сегодняшнего дня, крестоносцами там попрекают жестокие крестовые походы. В ответ исламские фанатики, джихадисты, соответственно, свою ИГИЛ. И религия, если их по вниманию строить, то, скажем, католик и мусульманин, они должны как две античастицы аннигилироваться. Тот обязан убить этого, этот обязан этого. Просто следует... В общем-то, они это и делают сейчас, в основном в джихадистском исполнении. Но подход той империи, которая нам завещана, был другой. Религия важна, но вот зрительный образ, как крестоносец поверх всего рисовал крест и с этим плащом шел в атаку, и под это он набирал своих сторонников, орде нашей, нашему Улусу Джучееву, было бы просто дурным тоном. Воин, христианин, он крест на самой груди прятал под одеждой, под кольчугой. Только священник носил крест открыто, потому что это профессиональная его особенность, принадлежность. А воин прятал это дело внутреннее, интимное, дорогое, а никак не тот ресурс, который поможет ему лишних три дивизии набрать, там, в крестовый поход или вот сейчас нынешние джихадисты. Но эти идеи, сейчас я их коснусь подробнее, вы знаете, важную роль играют, но кроме этого у нас есть такие еще понятия общие, вот как судьба, тюркский космет, служба и красота. Но то, что вот эти понятия у нас общие, они, в сущности, даже мы не думаем об этом, но они нас цементируют. Недавно мне пришлось выступать в Казани, тоже там студенты университета Казанского, но как раз перед этим прошел фильм «Война и мир» английского исполнения. Его можно критиковать, там, растоптать. Самое смехотворное там было, что артистка Лили Джеймс была показана Наташей Ростовой такой бледно-бледно-рыженькой. Я об этом сразу сгоряча выпустил несколько статей, там, и в российской газете, и в «Независимой», даже в «Московском комсомольце», что это абсурд и надсмешка над Львом Толстым. И поэтому тогдашняя моя лекция в Казани от евразийства перешла в понимание этой красоты. Мой аргумент был прост. Откройте, собственно, «Войну и мир», часть первую, главу 13. Наташа Ростова ярко-черненькая, постоянно, весь роман это подчеркивает, черноглазая яркая брюнетка. Идем дальше. Мать Наташи Ростовой – женщина с ярко выраженной восточной азиатской внешностью. нам остается гадать, какого рода тюрк представляла мать Ростовой. Но то, что Наташа, один из выдающихся русских образов, была тюркская девушка, это совершенно очевидный факт. Мало того, я не знаю, как сейчас, но в наше время в школе постоянно говорили, в какой части «Войны и мир» говорится, что Наташа Ростова русская душою. Это в сцене, когда они после охоты приехали к дядюшке, она исполняла русские народные танцы и песни. Это графиня, французская воспитательница, а вот русский дух уловила. От этой исторической сцены, затверженной по нашим учебникам, отступим на одну страницу, когда они подъезжали только к этому дядюшкину дому, и крестьяне вокруг приняли ее за татарку. Говорят, вот татарка приехала, как она на лошади держится, выглядит. И я за это в тот момент вцепился в этих статьях. Не то, чтобы хотел эту главную тему сделать, но просто мне такое нивелирование, пренебрежение к этому важному признаку. Лев Толстой, если посчитать, ворд подскажет вам, он раз в 200 за 4 тома упоминает, что внешность Наташи Ростовой, они через это перепрыгнули. За этим, если вдуматься, один важный пункт стоит. Почему делают? Это культ средневековый. Там они брови вырезали, выщипывали. И этот культ блондинистости довел, как мы знаем, одного австрийского художника, некто Адольфа Гитлера, уже до полного помешательства. То есть культ блондинистости. И, ну, скажем, мы опять же сейчас отрицательную весть отбросим, она всем хорошо известна, проверяемая, как нынче говорят, по Википедии. А культ восточной красоты, нашей, азиатской, он даже, знаете, в какой теме. Вот у меня книга, одна из моих, она называется «Краш-тест Украины», крахи украинцев. Я сам выходец оттуда, мои предки, точнее, еще в XIX веке из Украины, из украинских казаков, переехали на Дальний Восток. Я родился даже на два часовых пояса восточнее Якутии. Вот я дальневосточник. Вот эта тема бежавших от крайнего геноцида, она мне напомнила один сюжет. Вот в украинской книге есть Семен Мотора, сподвижник Семена Дежнева, хлебнул этого геноцида, самого настоящего, и бежал со своей сотней и женой на Дальний Восток. В Сибирь ему поручили вместе с Дежневым осваивать Чукотку. И самая выразительная сцена на берегу, буквально возле Анадыря, на берегу Ледового моря Семен Дежнев и Семен Мотора таким кровавой дракой, боем бьют Михаила Стадухина. Почему? Не потому, что те два тезки, Семены, а потому, что они были, Семен Мотора и Семен Дежнев, сторонники мягкого обхождения. Они просто сказали, вот с этих мы, ИСАК, брать не будем. Они и так бедные. А Михаил Стадухин говорил, нет, надо со всех там взять, подраспив, выскрести. Вот и на эту тему они подрались. И дальше отматываем. Ну, Семен Мотор, он, значит, понял, что такое человеческая ценность, что такое геноцид. И вот это понимание, оно, почему так важно, красоты, увидеть человека и красоту, разобраться на фоне того, чем занимался в это время другой континент, Европа. Ровно, без скидок, что это были более дикие времена, тот же XVI век, Маркс называл Великий XVI, высадились испанцы, португальцы. И в Америках, в обоих, произвели, ну, тоже документированно, самый великий в истории человечества геноцид, это вырезали индейцев. Уничтожали. И вот даже Колумб первый, во второе свое путешествие, в первом его индейцы от голода спасли и смерти, он на второй раз уже вернулся с десантом, 1500 человек, и со специальными собаками, грейтхаундами, натасканными на людей, и уже индейцев превратил в такое мясо, ну, в буквальном смысле откармливали собак их мясом, заставляли там собирать золото и казнили. Вот в чем я вижу, и сейчас подхожу к миссии евразийской, что весь мир, весь глобус стал ареной этого геноцида, перебив индейцев, которые, в общем-то, и внешне, и по-генетически, они происходят от нашей алтайской группы общей, от которой происходят все тюрки, монголы, только вот они через Беренгию, прошлый пересеек, перешли и заселяли Америку. Они были люди такие гордые, к рабству неспособные, и перебив их, начали завозить африканцев, откуда пошло это негритянское рабство, и весь глобус этим замазан. Геноцид, работорговля, за одним исключением. Вот эта полоска северной Евразии, наш Улус-Зучаев. И в этом, собственно, и есть миссия, которая, как оказалось, ее люди исполняли. Не хотел бы даже вот говорить, что они были все великие, гуманисты. Как раз нет. Они были люди, но они были воспитаны тем не менее древними кодами, что мы жили когда-то в одном государстве. Монголы уже ослабли, захерели, передали эстафетную палочку в Москву. Как историки об этом говорят, хан переехал в Москву. Это официальная терминология евразийства. И они стали наследниками этой идеи, пошли встречу солнцу, и к людям относились, как к людям. А между тем, в этом геноцидном полушарии был такой известный Вальядолейский конгресс, где уже 40 лет, как Америку открыли, и спорили, а это, в общем-то, люди или нет, индейцы. Им было удобнее говорить, что не люди. Вот такой был Сипульведа, кардинал, он говорил, ну, они просто не потомки Адама, это какая-то отдельная обезьянья ветвь. Ему предъявляют там спор. Ну, вот, города построили, там, ацтеки, майя. Ну, они строили, как термиты и как муравьи, по инстинкту. И это все-таки не люди, их даже крестить нельзя. Это был вот такой вот подход, от которого мы, от этих, этой кровавой судьбы, избавленные судьбой, то, что есть невидимая рука судьбы, она как раз развернула этих людей, которые, может быть, шли за Хабаром, за Ясаком. Но фактически они выполнили миссию и Чингисхана, и который говорил, вот должна быть общая империя, если смысл всех его войн, это не истребление, а объединение. Жестокий был по-военному, но собирал в одно целое. Все нации, все религии объединены были в его империи. И вот такая невидимая рука судьбы управляла нашими первопроходцами. Я вот был как-то в Тобольске, там хотели памятник Ермаку поставить, и местная татарская интеллигенция говорит, да нет, он там покорил, Кучума разбил, безобразие, были против. То, что Ермак татарин, это 100% спорить нечего. Но самый простой факт, кого разбил Ермак? Кучума. Кучум был слепой. Все войско держалось на его зяте Махмедкуле, Мамедкул. Так вот, Мамедкула взяли в плен, отвезли в Москву, через два года Мамедкул командует русской армией. Ну, не всей, а полк левой руки, ну, то есть второй по рейтингу в русской армии воюет уже на территории Финляндии за Россию. Это, в принципе, об этом же говорит. И, мало того, был такой еще шаг-алей, шаг-алей в Казани, которого несколько раз казанцы такие ревностные были, выгоняли, потом снова приглашали, выгоняли. И вот, когда его выгоняли, он был уже точно главнокомандующий у Ивана Грозного, главком. Был шаг-алей. Русское дворянство, оно все, откуда эта самая Наташа Ростова, татарочка, она от того, что русское дворянство примерно на 70-80% из ординцев происходит. Дворянство. То есть, люди, опять же, они выдвинулись тоже не потому, что вот они татары, значит, их надо в князья, а потому, что они были офицеры. И по военной доблести они ценились на Руси, призвав их, практически все дворянство русское составилось из них. И это я вот проверял, знаете, если по каким-то тюркским корням, то легко угадать. Там Рахманинов, Тургенев, Аксаков, там все эти тюркские корни. Но копнете дальше, там Поливанов, тоже там сын, Ордин, Нащокин, тоже все оттуда. Этим гордились. И нам, главное, к этому тоже надо стремиться и этим практически гордиться. Это реально вот наша судьба, наша красота. Каноны красоты, если человека, понимать как человека, а не как термита, которого там использовать. то они дают истинный гуманизм. Не книжный, Ермак и Хабаров, они книг не читали там по гуманизму. Они были воспитаны там православием, ясой. Ясак – это дань, это тоже рыночное, примитивное понятие. Ясак – это проекция ясы на землю. Почитай хана, там хан сейчас уже в Москве. Подарок ему. Встречный. Шли очень ценные, вот недавно японский историк расследовал на Востоке, это Курильский, Сахалин, Камчатка, унивхов, всех ценнейший, встречный был подарок. получивший меховой ясак, московский хан привозил иголки. Стальные иголки там переменили прямо цивилизацию, там люди начали стальными шить. Вот, одно из таких событий. Президент нашей академии, генерал Ивашов, он часто там цитирует мои книги, и вот я надеялся, он по-украинской скажет, меня эта тема волновала. Украинцы, вот мои предки, сейчас в худшем исполнении, ну, бандеровцы, они всячески от Гумилева открещиваются. В официальной истории Украины сейчас это Грушевского и продолженная Верстюком, там сказано, что дословно, когда-то там у нас была Русь, но москали, это ординцы. Они приняли ординские порядки, ссылаются на эту проговорку по скреби русского, увидишь татарина. А мы, дескать, украинцы, это чистые. Можно сказать, это тот соскреб, поскребишь. Мы чистые, но мне приходилось выступать и в Харькове, там были бандеровцы такие, но в таком меньшем количестве. Я вот обращаясь к ним, говорю, вот у вас в гимн есть, государственный гимн Украины, и покажем, что мы братья казацкого рода. Вот вы открещиваетесь по тому русских и гнобите, что они, дескать, татары, москали, а у вас слово казак, с какого языка его надо перевести? Казак – это чуркское слово. Вместе со всем лексиконом атаман, сабля, десаул, и даже боевой клич «Ура» – это «Хура» – татара-монгольская. Вот об этом как раз и надо говорить. Я вот недавно в Луганске выступал с теми людьми, которые, жертвуя нынешних бандеровцев, вот примерно об этом же спорил с ними. Да, а когда по телевидению Ивашова спрашивали об этой книге украинской, он опять вспомнил этот почему-то эпизод, как Семен Мотора украинский на Дальнем Востоке бьет Стадухина, защищая местных, что Исак надо брать милостиво, щадить бедных. Почему надо искать корни, приближаясь вот в Якутии? В вашем якутском классике Николай Алексеевич Лугинове, его книга по велению Чингисхана, это классика, по ней международный бестселлер снят, фильм Тайна Чингисхана. Но вот в прошлом году вышла его книга Время перемен, там про Хунскую империю, Гунны, это еще тысяча лет до Чингисхана. И настолько там все пластично показано, знаете, вот как пишет Лев Толстой про близких современников, там нравы, как вот они женятся, сыновей женят, очень все живьем показано. Откуда, думаю, такая фактура? От гунов ведь точно не осталось таких источников, какие остались от монголов. И вот спросил в аудиторию Николая Алексеевича, что может быть во время перемен в гуннскую эпопею взяты фактура жизни монголов, татарам, монголам, и культов. Вот Николай Алексеевич сказал, что да. А что за этим стоит? А за этим как раз и стоит преемственность. То, что идея собирания нашей слишком большой страны, нашего гигантского улуса, она имела общие законы и люди были примерно с одними же мотивами и кодексом чести, что у гунов, там еще до Атилы, что у Чингисхана. И они наполнили в сущности фактурой эту книгу. Почему она так интересно читается и интересно было о ней писать, как живые люди, а вот оказывается это вот та преемственность. И сейчас я вот вижу как бы сказать эту преемственность как она и сейчас продолжается. Что от гунов тысяча лет до Чингисхана, что от Чингисхана вот уже 900 почти лет до наших времен эти общие законы найти, это все равно что вот где-то под песком найти артефакт какой-то там золотую чашу отыскать, это еще полезнее, найти эти общие критерии, кодекс чести, основу нашей жизни. Я вот так подряд говорю, может, вопросы возникли. Почему вы заинтересовали славяно-тюркской темой? Примерно потому, что славяно-тюркская, что одна славянская тема, она ни до какого исторического достойного результата никак не дотягивает. Те же славяне-болгары, когда их освободил Александр Второй, они буквально через 7 лет начали воевать, сербов резать, и всякие идеи около славянского такого мира, построения, они заводили Россию в самые-самые тупики истории, бессмыслицы. А вот славяно-тюркская тема, она гораздо глубже и по итогам, по историческим результатам, о которых я говорил, по созданию глобальной империи непротиворечивой, с общими канонами от поведения до даже женской красоты, что проявление это дало величайшего гуманизма и организационного начала. Правда, надо сказать, что наша УЛУС при таком выигрыше по трем расстояниям, вот как в школе координаты, X, Y, Z пространство, мы выигрываем, но мы проигрываем по времени. Наши империи были, как Чингиза, не очень устойчивы, законы зачастую нарушались, и это как раз налагает на то, на ответственность, на понимание традиции. Всякая у нас недостаток мы должны компенсировать. законы были неустойчивы, СССР продержался недолго, но традиция понимания, вот чем занимаются писатели, она обязывает инстинктивно компенсировать. Вот какой я на телевидении когда-то задавал загадку, почему Соболь на Урале, он вводится тоже, стоит 2-3 рубля, шкурка стоила в ценах 17 века при царе Алексея Михайловича. Идем дальше на восток, Соболь 50 рублей, 40, даже до 100 рублей доходил. И рекорд на самом востоке, вот примерно в краях Саха и Баргузенов найден был Соболь, он зафиксирован, их несколько штук, были проданы шкурка по 550 рублей. Стрелец в то время получал 3 рубля в год. То есть она хватила бы целую армию содержать на одну шкурку. Почему вот Соболь один и тот же так по нарастающей на восток ценился? И не кем-нибудь, а знатоками, китайцами, которые там тысячу лет эти Соболей покупали, они разбирались, это 3 рубля, а этот 500. И в эту же копилку примерно даже такой зверь, как бобер. Бобровая струя у европейского ценилась где-то раз в 10 меньше, чем сибирского бобра. Вот почему по-вашему такой рост цены, который этих Ермака и Хабарова подвиг на восток? Эта картина в действительности величайшей справедливости матери природы. Она вот как раз может быть мы не понимаем, как в генах нам отложилась идея справедливости поверх всех войн, убийств. Мать-природа позаботилась, понимаете, дальше на восток зимы более суровые, и мать-природа одевает того же Соболя в более лучшую шкурку, более теплую, поэтому вот и стоит европейский, уральский, и даже западно-сибирский в районе Мангазеи Соболь стоит 3,5 рублей, а Баргузинский 500. Понимаете, мать-природа, чувствую, ну здесь холоднее, значит, надо одеть теплее. И этот вот как раз урок, о котором мы не задумываемся, это высшая небесная спроектированная на землю справедливость, которая движет и создает империи, поэтому была так империя Чингисхана составлена, которая нам досталась Лусам Жучиевым, его старшим сыном. Вот такой вот, мне кажется, ответ. Поэтому вот славяно-тюркская это то, что реально наш вклад в историю человечества. Говорят, что ваша книга «Вторая мировая перезагрузка» стала бессервером. Что вы об этом думаете? Книга действительно переиздавалась много раз. Она, правда, не о войне, собственно, а о причинах Второй мировой, о клевете на нашу историю. Якутия чем трогательна? Это внимание к участию героев якутских во Второй мировой войне. Такого, можно сказать, культа, почитания, сохранения имен мало где есть. Я вот выступать, езжу там по всей стране, этим вот отличается. и та книга, вот хоть она и переиздавалась много раз, она вот объясняет, кто виноват во Второй мировой войне. В целом, от моих поисков виновных, это идея справедливости. Я там такой тезис в нескольких статьях. У нас история войны стала войной историей. И на нас пытаются свалить ответственность за приход Гитлера. Это целая отдельная тема. Как на вас повлияло наши якутские писатели? Больше всего повлиял классик, о котором я говорил, Николай Алексеевич Лугинов. Публиковать статьи мне довелось еще поэта Мигалкина и Елену Корсынах Шлепцову о ее стихах. Я просто как почитатель, так что они красивые написал, но вот книги Николая Алексеевича Лугинова это фундаментальное влияние оказали, потому что они подхватили линию давно почитаемого Гумилева. Вот, например, взять саму центральную идею Гумилева «Люди длинной воли». Берем одну из успешных книг Николая Алексеевича «По велению Чингисхана». Хоть фильм снят с таким зазывным названием «Тайна», но главное на заглаве «По воле Чингисхана». И еще копнуть дальше в эпиграф там слова Платона Аюнского. И там тоже «Воля». Что наша воля. Понимаете? И этой книге никогда даже какой бы ни был великий классик Гумилев, нельзя им ограничиться, потому что сегодняшний день, как сегодня евразийцы понимают свою миссию уже спустя много лет после кончины Льва Гумилева. Вот такой пример дали книги Николая Алексеевича, что прекрасно поддержано мало того, они формально, они по истории. Время Чингиса или время вообще гуннов, но фактически вот например история отношений с Китаем в гуннской его книге очень изложена доходчиво, современно, вам всем советую почитать, потому что наши отношения очень такие интересные интригующие с Китаем, они прослежены в его книге от времен две с половиной тысячи лет назад, время перемен. Вот мы сейчас живем тоже во время перемен и книга Николая Алексеевича полезна еще и в этом отношении. Я когда писал о ней, представлял сегодняшнее отношение с Китаем, очень все точно пометено. Например, идея сейчас с Китаем вроде союз, но известны опасения, что там их численность и так далее. такая бизнес-успешность. Но если конкретно открыть Гумилева и Логинова, что эта ниша им такой правильной, слишком размеренной, контролируемой жизни, она была и две с половиной тысячи лет назад. И наш славяно-тюркский этнос образовался как раз на оси Великой Китайской Стены, которым по китайским законам было жить скучно, они говорили, на севере у монголов жить веселее и уходили туда. Так формировались эти глубинные такие отличия, и каждый нашел свою нишу в итоге. Я рад, что опять побывал на славной якутской земле, увидел своих ординских собратьев, я именно так отношусь по этому объединению. Я желаю всем читать книги достойные, как упомянутые книги Николая Лугинова, и угадывать по ним, искать свою судьбу. Это наиболее правильный выбор, не по газетам, не по интернету, по глубоким книгам, где все эти тенденции сегодня разоблачают, что вчера говорили, завтра сегодняшнее будут разоблачать, а долговременные тысячелетние тренды отражены в таких глубоких книгах. Читайте, угадывайте судьбу. Субтитры субтитры Редактор субтитров А.Семкин